Вашим домам, дорогие друзья, сегодня мы затронем архиважную тему, тему здоровья нашего кишечника, дисбактериоз. Вообще, почему он возникает и насколько вот важно его не допускают. Потому что вот еще врачи старой закалки, они как-то, для них толстый кишечник, как-то вообще кишечник был как, ну, какая-то труба, которая вот второстепенно, особенно вот касается толстого кишечника. Но уже и современные исследования подтвердили, и об этом знает любая восточная медицина, то, что кишечник – это кузница нашего иммунитета. Это кузница на всех наших защитных свойствах, это кузница нашей стабильности, нашей нервной системы. Это вот огромная мастерская по переработке всего плохого во все хорошее. И этим как раз занимаются бактерии, которые здесь живут. То есть тут огромный симбиоз бактерий, ученые говорят, что до 500, вот это у здорового человека. И почему же случается так, что вдруг они перестают как-то нормально функционировать? Потому что я недавно, редко сейчас захожу в простую аптеку, недавно зашел в аптеку, увидел, как несколько полок, они посвящены бактериям. Ну и действительно, бактерии, если вы прошли курс вынужденной антибиотикотерапии, вынужденной, то есть вот, где нельзя было отказаться, то, конечно, бактерии – это хорошо для того, чтобы там как-то что-то посеять. Хотя половина из них – это полное фуфло, но есть там, которые вот вам помогут в этом. Но если дисбактериоз и какие-то нарушения, они возникли уже, то есть независимо от приема антибиотиков или каких-то химических лекарств сильных, то причину надо искать в другом. И если бы вы там не навели порядок у себя в кишечнике, то сколько бы вы там себя не закидывали, я, если честно, сам это прошел, когда-то покупал пачками эти бактерии, оказал проблему совершенно в другом. То есть если у вас не в порядке работает пищеварительная система, то порядка в кишечнике не будет. И первое, это с чего надо начинать говорить о здоровье кишечника, толстой кишки в данном случае, это о здоровье пищеварения. Если у вас плохо работает желудок, поджелудочная железа, тонкий кишечник, то и ничего хорошего и в толстом кишечнике происходить не будет. И первое, что это надо восстановить свой огонь. Просто у некоторых людей будет послабление, и вот постоянное урчание, и вообще вот всевозможные проблемы, которые, не буду сейчас перечислять, они возникают как раз из-за того, что они неправильно питаются. Что такое неправильно питаются? Это ни теми неподходящими продуктами, ни в то время, ни в том сочетании. Потому что, например, если сочетать такую вареную пищу, например, с фруктами, то все равно будут какие-то рано или поздно какие-то проблемы. Фрукты надо кушать отдельно. Это одно из правил аюрведического питания. Лучше или за час до еды, или два часа после. Что еще, какая проблема? Либо это несвежая еда. То есть, вот часто, вот всевозможные нарушения, и вот гнилостные какие-то изменения сильные, когда вот и газы, и все, вот они вызваны несвежей едой. Лучше съесть что-то очень простое, но свежее, только сделанное, чем там что-то изысканное, но которое уже ночь простояло, а то и не одну, а то и не две у некоторых. То есть, простояло в холодильнике. То есть, это мертвая пища, которая уже, если ее рассмотреть, там под микроскопом вы там увидите колонии бактерий разнообразных, которые, например, еще через три дня, и будет уже видно там огромным лесом. То есть, вы никогда не кушайте несвежую еду. То есть, это очень важный вопрос, без которого здоровье пищеварительной системы невозможно. Какой вот еще момент? Очень много сахара, тоже и сладкого, тоже вот не очень хорошо. То есть, наша пищеварительная система иногда не успевает это все переработать, и это идет, начинает бродить. Если вот слабое, вот особенно пищеварение, то и вот это приводит тоже вот к каким-то проблемам. То есть, вот сладкого кому-то можно больше, кому-то меньше. Ну, если проблемы уже такие есть, то сладкое надо сократить. Значит, помимо еды, знаете, как старые гастроэнтерологи опытные, они говорят, что язвы желудка, они происходят не из-за того, что едим мы чаще, а из-за того, что ест нас. И я хотел бы сказать вот по поводу роли эмоций. Например, разные эмоции, они тоже вызывают нарушение, потому что как здоровье кишечника влияет на наше сознание, так и сознание влияет тоже на работу нашего кишечника. И, например, такая эмоция, как гнев, она горячая, то есть, она будет слабить, и она будет как раз быстрее все это гнать. Если это будет, например, эмоция страха, то это будет сушащая, сковыщая, и вот из-за этого будут какие-то проблемы, которые связаны с запорами. Ну, например, к слову, я думаю, половина головных болей это как раз нарушение функции пищеварительной системы, и, как правило, кишечника. То есть, если у человека, например, головная боль, мигрень, и у него запор, то чем бы вы там ни пытались лечить, это, ну, нереально. Только снимается симптоматика. Ну, в принципе, как и современная медицина, она направлена на съем симптом. Вот. Значит, надо следить за чистотой кишечника, понимаете? Вот в аюрведе есть прекрасные такие средства, как трифола. То есть, вот трифолабугул, вот сейчас уже наступает осень, более спокойное такое время, более прохладное. Сейчас вот очень хорошо трифолабугул, она постепенно, она вот именно начинает очищать, то есть, уже от рта до самого выхода. Для восстановления пищеварения очень хорошо используют простые специи. Вообще, одно из первых средств при каком-то дисбактериозе, это вообще вот взять чайную ложку или две чайных ложки, если крупный человек, куркумы, просто развести в теплой воде кипяченой, а можно и такой, то есть, это естественный антибиотик, и выпить, то есть, до еды, где-то за час. Вот это вот такой очень простой и действенный способ аюрведы. Значит, чистоту еще можно проделать, есть такой шанпрашалава, есть егическая такая процедура, когда мы выпиваем соленую воду, там определенные движения делаем, и оно вот выливается в таком же виде, и после третьего такого промыва она выходит практически без изменений. То есть, это безвредная, проверенная тысячелетиями процедура. Вот я бы сразу сделал бы предостережение по поводу гидроколонотерапии. Вот Аюрведов очень осторожно, можно сказать, отрицательно даже относится к этому явлению, которое вначале дает какое-то улучшение, какое-то прояснение, легкость, а потом это вот тот же повреждение этого симбиоза этих многочисленных бактерий, оно приводит впоследствии к очень серьезным проблемам. То есть, оно высушивает наш кишечник. Вот, например, в Аюрведе, там редко водяные склизмы вообще не используют, а там они используют или на отравах, которые специально предназначены для очищения, или масляные склизмы, которые вообще небольшого размера, то есть, не такие там, что тебя там льют и льют, а там 150-200 грамм, это масляная склизмочка, то есть, тебе будет, и оно растворяет всевозможные там ненужные вещи у нас кишечника и высмазывает, то есть, это вот те, которые склонны к каким-то запорам, то вот это первое, масляные склизмы, это первое дело. Хочу еще рассказать об одном рецепте для восстановления микротлоры, потому что, ну, вот и вообще для закрепления вот всего желудочного, кишечного тракта, то есть, кефирчик, ну, это лучше пить или утром, или днем. Вот, аюрведы не рекомендуют пить кефир вечером, потому что это, нет, некоторые говорят, ну, это ж легенькое, ну, какое оно легенькое, оно холодное, тяжелое, жирное, то есть, и кефир надо пить вообще днем или утром по аюрведе. И, ну, его даже вот, когда пищеварение ослаблено, то рекомендуют его разбавлять пополам с водой. Разбавили с кипяченой водой, добавили туда щепотку соли, щепотку жареного перемолотого кумина, щепотку черного перца и кинзу. Вот просто растение, кинзу вот как-то его перетерли, и вот туда вот хорошо размешали, слушайте, это, я даже, ну, вроде бы, вот простые составляющие назвал, которые каждый у нас есть, и мы можем это сделать, но по эффекту, поверьте, переплюнет многие аптечные средства. Но вот в арсенале росы есть вот средства, которые, ну, за которые мы гордимся. У нас две тысячи препаратов, ну, из них там за 50 мы вот реально гордимся. И вот есть такой аюршатхан, который, компания, которая предназначенная для, направленная для рынка Италии. Ну, мы проверили их удивительное качество, и вот нам удалось какую-то партию тоже вот заказать. Вот, то есть восстанавливает, вот, знаете, вы почувствуете с первых таблеток, как оно будет вот гармонизировать. Снова, то есть, помните о правильном пищеварении. В Аюрведе есть такие средства, как трикату, например, это то, что вот повысить огонь пищеварения, есть чатрака дебати. И специи вот для, как и для желудка, как и для тонкого кишечника, так и толстого. Очень хорошо. Кардамон, кориандр, вот, имбирь, ну, черный перец и куркума. То есть, простые средства. Я специально сегодня поменьше всяких лекарств, а больше всего вот чего-то простого, натурального. Ну, и помните, что наш кишечник по последним, знаете, исследованиям, то есть, вот, даже во многом это как какой-то центр управления в каком-то смысле нашего организма, который вот как бы напрямую связан вот его работа с работой нашего сознания. Вот, ну, я анализировал и вижу в этом какой-то вот глубокий-глубокий смысл. Так что не зря, вот, у, знаете, есть такой, все слышали такой еврейский анекдот о том, как кто-то, там, сын папе, как ты, папа, какаешь? Вот, и потому как человек какает, уже можно сказать именно очень много о его здоровье. Так что, какайте хорошо, правильно. Вот, я вам желаю здоровья, чтобы ваша система пищеварительная работала как у здорового юнца. Будьте здоровы, до новых встреч!